Итак, всем привет, ребята. Меня зовут Данил. Довольно-таки импровизированный ролик, в котором мы будем говорить про видео Флай Флинт Таггарта. Собственно, про Дрейн. Сейчас я выведу на экран. Я слышал про него довольно много не очень положительных отзывов. И первый раз его смотрю, поэтому вся реакция будет проходить в режиме онлайн. Ну что ж, включим, посмотрим. С Новым Годом, а у нас запоздал и видос наконец-то. Вы, наверное, думаете, что я тупил два месяца в кибер-среньки вместо того, чтобы делать это видео на 7 минут. Но на самом деле я там делал пупы. А теперь я, наконец, свободен, чтобы исполнить одну из самых популярных заявок за уже прошлый год. Да, вот мы видим, как его множество людей просят сделать видео про Дрейн. Я, честно, даже высрать что-то такого необычного не могу по этому поводу. Вы обычно кидаете мне свои предложения с целью, чтобы я вам что-то пояснил. Но мы, по-моему, прекрасно понимаем, что вы смотрите видосы не за этим. Хотя вот послушать музыку и пополнить плейлист это всегда заебись. Главное не относиться к ней слишком серьезно. Ну, то есть он собрался делать видео про ту тему, которая ему, собственно, не очень-то и интересна. Понятно? Серьезно. Уууу, Найткор-сцена. Ееееееееее. Слово Дрейн переводится как слив. Тема вроде бы пришла с запада. Да. Да. Без... Без претензий. ...пода, как обычно, хотя популярна в основном в России. Но такое иногда бывает. С некоторыми мультиками, например, которые крутили только в прайм-тайм, только у нас. С героями. Песней Пейн Шат Йо Маус из видоса Лох Йету Судьба и так далее. Имеется предположение, что слово Дрейн позаимствовано от названия группы Дрейнганг, берущей свои корни... Группа Дрейнганг, товарищи. Запомним это. ...не из творческой команды того самого белоруса. Причем, кстати, даже где-то в... Творческой команды Янг Лина. Дрейнганг. Угу. Хорошо. ...не СНГ, о ней никто нихуя не знает. Так же, как и про сам этот молодец... Вообще никто не знает, конечно. ...надежный стиль. Ну и, наверное, справедливо, поскольку это очередной кал с Дункан Саундклауда. Ну хотя, ладно, не буду себя вести как мразь. Конечно, группа не такая гениальная, но некоторые нотки экспериментальности в творчестве Дрейнганг... Совсем чуть-чуть экспериментальности. Совсем. Дрейнганг так или иначе присутствует. Все-таки вся эта шведская хип-хоп тема изначально имела под собой какую-то идейность и новизну. Непонятно просто, почему сейчас об этом вспомнили и до сих пор не забыли. Вспомнили довольно-таки давно. Сейчас это просто вышло в широкую массу, о чем тоже стоит позже упомянуть. ...забыли. Короче, я бы лично такое не слушал, если вы меня спросите. И если чё, они даже не считают... Тебя никто не заставляет. ...дрейнганг именно музыкальной группой и никогда не подписывают так... Да, потому что это не музыкальная группа, а crew. Или... ну... гэнг. Так скажем. Объединение артистов. ...название своих песен. Я вам так скажу, это даже не очередной мамбл-рэп, что уже пиздецки удивительно. Причём некоторые члены Дрейнганг, как и многие другие андеграунд-рэперы, либо начинали, либо увлекались в своё время тяжёлой музыкой и хотели в ней... Да, было такое. ...разбиваться. Но куда ты в 2020-м пойдёшь со своим рок-металом? Извините, в 2021-м. Плюс один. Увы, это уже не рентабельно, даже несмотря на прогнозы будущего, где говнари ещё не вымерли. Вернулась также мода на энергетике, поскольку целевой и фактической аудитории Дрейна алкоголь ещё не продают. И тут я бы сказал, блядь, на самом деле и хорошо. Бухать вредно. Но энергетики имха это не меньшая срань, чем пивас. Если ви... Да, гораздо хуже, гораздо. Вино пьют из бокалов. Что же тогда пьют из... Жока. Пиво! Клиническое. Двинуто пиво. Ха-ха-ха-ха. Главный амбассадор, вдохновитель и частично создатель стиля Дрейн, рэпер Блэй... Стиль Дрейн. Ага. Хорошо. Эйди, я из принципа не послушал ни одного его трека, поэтому... Ну, зачем слушать треки той тематики, на которую он собирается делать видео? Да, конечно. Будем считать эту инфу самодостаточной. На самом деле слово Дрейн также можно трактовать как опустошенный. Dead inside. Это... Ну, в чем-то да. Правильно. Это не выражается через поведение, идеологию или даже музыку, но зато через стиль одежды. Рок и черный цвет снова в моде. Черные джинсы... Стиль одежды и прочее. Как я упоминал в своем видео предыдущем, Дрейн это в первую очередь... Короче, стиль выражения через творчество, а не через одежду. Черные колготки, черные кофты с капюшоном, черные говнодавы, черный макияж... Естественно, в... Ну, те, кто увлекается Дрейн-музыкой... Одеваются в черные, но... Как бы... Я бы сказал, даже не половина. Макияж, черный ловелас, черные пистолы... Небольшая, кстати, особенность, которая мне сразу бросилась в глаза... Это нечитаемые шрифты, как у Dead Core или Black Metal Group. Что сейчас, мне кажется, встречается ну очень редко. Неужели нефоры вернулись на улицы? А хули гопников стало меньше, теперь им бояться нечего. А тут кучка кривачей! Пущу тот факт, что я живу в Москве и не видел на улице, блять, ни одного такого челика. Может, надо просто в центре поискать? Хотя не стоит недооценивать такое понятие, как фотосессия. Я вот много лет не мог понять, в чем смысл косплея всяких персонажей. Ладно там, когда чуваки в этих костюмах выступают, на фестивале ездят и прочее. Я, если чё, косплей не дискредитирую и прекрасно понимаю, какой в это вкладывается обычно труд. Но типа большинство это тупо устраивает для фотосессии. А спрос есть. К сожалению, на TechWear денег не хватает, я думаю, никому. Но вот магазины с рокерскими футболками на ВДНХ до сих пор функционируют. Drain, в первую очередь, связан с модой и личной визуальной презентабельностью. Вообще нет. Тут я хочу подойти к главной теме моих рассуждений. Потому что нет такой культуры, как Drain в принципе. То есть, может быть, кому-то это не понравится сейчас, но это абсолютно неправильно говорить, что Drain это какая-то культура. Я так лично не считаю. Я всегда считал, что Drain, Drain музыка, это музыка только коллектива Drain Gang. Называть себя дрейнерами или говорить, что есть музыка Drain, мода Drain, это, я считаю, глупость. Уж говорю, как есть. Мне кажется, ничего назвать нельзя Drain музыкой, если это не от, собственно, самих артистов из Krug Drain Gang. Все остальное, я считаю, просто, может быть, Nightcore или, скажем так, какие-то выражения хип-хопа. Шмоткам вообще последние годы уделяется все больше и больше внимания. За реплику цепи Argo можно получить пизды, но настоящий Drain не боится этого риска. Не, ну, блять, а как быть-то? Как же еще иначе привлекать внимание девок-неформалок? Такая параша им абсолютно по душе. Ну, тут сложно не согласиться, потому что, конечно же, большую часть субкультуры какой-либо составляют подростки. И, ну, это свойственно молодым людям ярко одеваться, следовать каким-либо направлениям. Да, такое есть. Вы же не думаете, что адекватный человек, неважно какого возраста, будет вкатываться в подобные тусовки по любым другим причинам? Как педофил, устраивающийся работать в школу или детский сад? Ну и да, можно сказать, что люди вдохновляются стилем ребят из Drain Gang, их музыкой, пытаются им подражать. Да, из-за этого выливается культура, так скажем, культура в кавычках. Сад, как педофил, регистрирующийся на форуме FURI в поиске одиннадцатилетних волчиц? Как участник фэндома по Сонику? Как модератор в дискорд? Бля, нахуя я четыре раза подряд сделал сравнение с педофилами? Самое угарное, что дрейнеры снова скачивают треки с ютуб, то мп3 и подписывают их нечитаемыми символами. И мне кажется, я наконец-то понял, почему это происходит. Для детишек трудно читать английские буквы в описании видосов на ютабе и плейлистов на саундклауде, где обычно пишут названия песен из списка. Ну я не понимаю, я не понимаю, почему видео, которое должно якобы объяснять, что такое дрейн, автор просто, ну, поливает дерьмом эту аудиторию, которая слушает эту музыку. По мне так это довольно спорный момент. Ведь единственный язык, который они понимают, это цитаты Валакаса. Поэтому выкачивают в свои соцсети и подписывают своими названиями. Мне когда было десять, я тоже записывал на кассету треки с Радио Ультра и подписывал их как Крутая музыка, Крутая музыка 2, Пенис Мьюзик 3. Ну или там помните, когда в детстве рисовали всякие схемы или планы? Не знали, как точно правильно называется какое-то служебное помещение в здании? Какая-то деталь космического корабля или робота-киборга? Кость скелета, в конце концов. И мы придумывали их на ходу. Типа там, ручная кость, ножная кость, сисьная кость, письная кость. Почему столько воды в видео? Так всегда? Я просто не знаю. Я первый раз смотрю видео этого автора. Роковая кость. Или как каэсеры, которые 70 лет играют на втором дасте, а до сих пор не смогли придумать обобщающего названия для всех точек на карте. В частности, вот этой коробке в центре. Блять, хорошо, что это сундуки вот эти остались. Может это реально профессиональная болезнь контрстрайкеров и смеяться над этим не стоит. Все-таки дрейнеры тоже любят современные и главное сука блять актуальные киберспортивные дисциплины. Но обратите внимание, что каждая... Почему именно дрейнеры должны любить какие-то... Ну, игры популярные. Я хочу заметить, что я дрейнеры произношу в кавычках. То есть, мы будем считать дрейнерами тех людей, которые вдохновляются и слушают музыку. От коллектива Drain Gang. Подобное анимешное уёбище всегда угорает по всяким разноцветным ножичкам. Сёрфу в Counter-Strike под Mumble Rap. Опенкейсом. Овервотчу. Возможно, даже доте блять. То есть, это нахуй вообще какой-то временной парадокс. Остановиться в развитии, даже не прожив столько лет, чтобы помнить, когда эти вещи были актуальны и рентабельны. Если вы дрейнер, вы должны не только модно одеваться, но и модно дрейнить. Это не сложно. Я блять нихуя не понимаю самоцель этого акта, но это похоже на очередной метод самовыражения. Блять, может кто-нибудь... Да, само выражение. Какой ужас. Помнит старую рекламу Пиво Сокол, где, короче, всякие сидюшники, вантузы и другие неодушевлённые предметы в образе персонажей обсуждали модную в то время хуйню типа ношения кепки задом наперёд и фонарей жуков, на которых надо было дёргать вот эту бубылду и они так зажигались типа. Я вот, кстати, почти уверен, многие уже даже не знают, что это за чудовищный меха-девайс и для... У меня такой был, кстати. ...для чего он вообще нужен, с виду похоже на это. Однажды mp3 познакомился с большим знатоком музыки. Слышь, я щас клёвый прогрессив трансборник упил, вот! Клёво! Давай, папе, фиш. Но я, вообще-то, уважаю только металл. Ты чё, а транс, а хип-хоп? Я рокер, мне нравится рок. И вы ещё... Это смешно. А ещё смешно то, что именно сейчас сосед начал сверлить свою стену. Вы ещё спрашиваете, при чём здесь пиво Сокол? И это, кстати, нихуя не реклама, потому что щас пиво Сокол, оно же Ави Плакос, уже не производят. Вроде как именно из-за запрета на рекламу алкоголя по телеку. Хотя охуительная реклама и была главной фишкой этой марки пиваса. Ави Плакос, мир меняется. Всё относится к Дрейну, прошу заметить. Во имя добра, реальной силы наступила пора. Ави Плакос, пиво Сокол, ни сегодня, ни вчера. Вывод прост, это... Вот, короче, к чему я вообще это всё вспомнил? Там у них был один из рекламных... Да, мне тоже интересно, про что это видео, собственно. Роликов найти я его не смог, где типа они спорили, у кого круче аватарка на форуме. И это был какой-то конкурс, не помню. Чё-то типа зайди на сайт, поставь самую охуенной аватарку с черепом и выиграй коробку гондонов гусарские. Дрейнить. Это находиться в депрессии и редачить картинки в фотошоп онлайн. Угу. С дальнейшим использованием в качестве юзерпика я расскажу вам как. Шаг первый. Фон. Айфон. Почему он характеризует дрейн, да? Дрейн культуру в кавычках. Именно как, ну, средство изобразительного искусства, скажем так. Этот вот хочу. Но в принципе вы вальны выбрать вообще любой. Если нет фантазии, можете использовать свою фотку. Второй шаг. Атрибутика. Ну, в смысле, на картинках. Это белые векторы цепочечек, черепов, Hello Kitty. Бренд, кстати, появился в 74-м. Между прочим, это довольно-таки уже нигде не используется. Может быть, это актуально только среди каких-то тиктокеров, которые называют себя дрейнерами. И где-нибудь, не знаю, тоже на дне ВКонтакте. Чё-нибудь такое. В 2004 году. Образовательная минутка. И логотип рэпера Блейди, срисованного с Венома, потому что он похож на токийском... Почему это считается логотипом Блейда? Я бы не сказал, что у Блейда есть какой-то логотип в принципе. Или если таковым что-либо считать, то можно сказать, что это просто стилизованный никнейм самого Блейда. ...вы гуля. И возвращаюсь в прошлое. Мне много лет назад довелось увидеть своими глазами кухню создания всяких анимированных аватарок с адидасом и гифокс-блёстками, ангелами и эмо-девочками. И тогда казалось, типа, вау, это ж надо, наверное, охуеть, какие золотые руки иметь, чтобы самому сделать анимацию. Ещё и такого уровня. Это почти как в кино. Оно двигается. И это даже не рисунки. Это живые люди. Вау. И я крайне сомневаюсь, что в отличие от своих кумиров-музыкантов, сами дрейнеры вкладывают в эти элементы картинок с низким разрешением и артефактами иронический контекст. В таком случае они проживут яркую жизнь, полную впечатлений и потрясающих открытий, которые их ждут в будущем. Это, впрочем, даже неплохо. Так же как детский максимализм, максимализма требует обработка эффектами. Жалко, конечно, что я сам в этом плане криворукое хуйло и не могу показать топ-перформанс, как это ловко и красиво делают другие ютуберы во всяких автор-эффекциях. И дело, скорее, в том, что я просто сам никогда не учился, а не в том, что... Блять, я просто правую кнопку мышки нажал, пиздец. Короче, выкручивайте контраст или чё там надо на фулл, чтобы глаза охуевали именно от белого. В этом фишка. Делайте это как хотите, в общем. Почему эти шаги повторяют тот же алгоритм, что и видео, как дрейнить? По-моему, так называется как-то. Главное, чтобы всё было просто супер-белое. Четвёртый. Сделайте вид, что это чем-то отличается от стиля Sad Boys. А я также сделаю вид, что выпустил принц... Стиль Sad Boys. Да. Глубока кроличья нора, как говорится. ...приципиально новое видео, а не повторился одиннадцатый раз. Я честно пытался найти в дрейне какую-то интересную изюминку. Да нет, конечно, никакой интересной изюминки. Ты же её искал, но при этом даже не послушал ни одного трека. То есть, ну... Это какой-то глубинный анализ. Какую-то фишку. Как вот в том же Last of Us 2. Хоть она и выиграла игру года, но все прекрасно понимали, что это полный СЖВшный кал. И каким бы СЖВшным калом он ни был, в момент, где Эбби читает дневники своего отца-хирурга и из них узнаёт, что на самом деле родилась мальчиком, а отец давал ей женские гормоны, чтобы экспериментально определить, сможет ли он в будущем превратиться в девочку, просто взрывает мозг. Но в дрейн-культуре я не нашёл ничего такого, что могло бы зацепить. Ну... Так в этом и дело, что... дрейн-культура это... не что-то, что именно характеризуется изобразительным... изобразительным искусством. Поэтому я и говорю, что очень сложно это относить к какой-либо субкультуре. Для меня всё, что можно назвать дрейн-культура, это... ну, собственно, музыка от дрейн-гэнг. И, ну, можно сказать с натяжкой, что... арты Блейда. Да? Арты Акатукея. Их клипы. Всё остальное, это, мне кажется, дрейном называть абсолютно не стоит. Это просто какая-то пародия. Пусть для этого будет какое-нибудь другое название. Ну, кроме разве что ностальгического ощущения возврата в прошлое, чтобы лишний раз не употреблять фразу в 2007-й. Так, ну что ж. Дальше видео началась музыка, которая приносит нулевой вклад в общую содержательность. Поэтому я тоже буду подводить итоги. Итоги будут таковы. Мне довольно-таки сложно понимать, зачем автор взялся за это видео. За видео по этой тематике. Ну, понятно, что его просили подписчики, да? Но, с его же слов, он даже не ознакомился с какими-либо популярными треками от, ну, даже Блейда. Я не говорю про Эко или Тайбоя, да? И прошёлся, я считаю, ну, буду говорить прямо, прошёлся очень поверхностно. И такое ощущение, что просто посмотрел картинки в Гугле или Яндексе, типа, видя Drain, да, Drain Gang или Drain Aesthetic. Видео, собственно, само по себе видео я судить не буду. Как и самого автора. Потому что, как к человеку, я к нему никаких претензий не имею. Ведь смотрел его видео первый раз. Но само видео про Drain, мне кажется, ну, неудачное. И, возможно, стоило немножко более глубоко это, что ли, проинспектировать, как-то поинтересоваться. Посмотреть мои переводы, естественно. Статьи, может быть, почитать. Ну, мне кажется, так нужно делать видео. То есть, как-то более, более подробно изучать тему. Я, конечно, не говорю, что нужно копать до сути, там, погружаться на самое дно, да? Как бы это смешно не звучало. Мне кажется, что, когда ты транслируешь свою мысль на такую большую аудиторию, то стоит уделить внимание тому, чтобы не ввести их в заблуждение. Ну, то есть, более, что ли, непредвзятым быть. Потому что видео абсолютно несет, как мне показалось, негативный посыл по отношению к Дрейннерам, в кавычках, да? Вообще, если брать мое мнение, которое я уже частично озвучил, Дрейн-культура – это довольно-таки, так скажем, раковое понятие, да? Я не считаю, что люди, которые копируют или пародируют стиль ребят из Дрейн-гэнг – это Дрейн-культура или что-то типа того. Но это просто какое-то ответвление в рэпе, которое схоже с тем творчеством, которое делают ребята из Дрейн-гэнг. Потому что я даже саму музыку Блейда и компании не хочу называть Дрейн-рэп или, да, что-то типа того. Мне просто кажется, это некорректно. Это можно называть рэп, хип-хоп, да, в общем понятии. Можно какие-то приставки ставить, типа Nightcore, может быть, synth-рэп, может быть, альтернатив хип-хоп, да? Если говорить про, скажем так, Дрейн в массах, то это довольно печальное зрелище, честно говоря, когда люди, неважно какого возраста, всерьез называют себя Дрейнерами, Дрейнершами. Утверждают, что Lil Peep это Дрейн, что все, что, ну, имеет какую-то грустную подоплеку в своей музыке, это Дрейн. Еще раз повторюсь, что по словам самого Блейда Дрейн, это тот процесс, когда ты можешь что-то отдать, чтобы что-то получить, да? Ты сливаешь что-то из себя, чтобы себя наполнить чем-то другим. Вот, пожалуй, вот так вот можно сформулировать, хотя слив, конечно, не очень красивое слово, да? Будем считать, что это так. Что-то из себя убрать, чтобы чем-то себя наполнить. Да, действительно, ведь тяжело как-то говорить, что Дрейн действительно является субкультурой, когда можно сказать, что в ней есть какие-то внешние атрибуты, такие как, да, пестрая одежда, может быть, цепи. Так что да, моя главная мысль, что Дрейн культуры как таковой, ну, не существует просто, потому что ее не может существовать. Так что да, мне кажется, что тяжело сказать, что существует какая-то специально Дрейн культура, потому что с слов Блейда можно понять, что Дрейн как бы это просто свобода самовыражения. А самовыражаться можно в любой форме, правильно? Даже если вы себя не причисляете каким-либо Дрейнером, или там, рокером, что-нибудь такое, да? Просто будьте собой, зачем вам быть кем-то, зачем вам причислять себя к какой-либо субкультуре, называть себя Дрейнерами. Делайте то, что вам некомфортно делать. Не нужно следовать за какой-то модой, ставить себя кого-то в пример. Просто будьте собой. На этом, я думаю, пора завершить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, в группу ВКонтакте, в Инстаграм. Ставьте лайки. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok